всем привет вы на канале set life здесь я рассказываю вам о новинках зарубежного и отечественного кинопроката а также много интересных фактов из мировой киноиндустрии прошлое видео представляла собой топ 15 легендарных фильмов которые я не смотрел данный видеорепортаж это заключительная часть кстати еще один момент я вы выбирал фильмы как в первой так и во второй части исходя из рейтинга и не беру в расчет разницу между бюджетом и сборами в кино как мне кажется я собрал фильмы которые у многих на слуху и так топ 15 фильмов всех времен и народов которые я пока что не смотрел часть 2 поехали апокалипсис сегодня военную драму фрэнсиса форда копполы о войне во вьетнаме я хотел посмотреть очень давно но потом просто откладывал откладывал и в конечном итоге забыл о данной киноленте как я говорил в прошлом видео я люблю фильмы о войне правда про вьетнам я смотрел их не так много фильм с плеядой то таких актеров как роберт дюваль марлон брандо мартин шин и лоуренс фишборн я думаю по любому стоит уделить свое внимание у фильма две версии театральная 180 минут и режиссерская 200 минут еще причина по которой я хочу посмотреть данный фильм это то что я много читал о трудностях съемок и проблемах при создании фильма бытует мнение что пентагон был крайне против именно такого сюжета кинокартины и не поддерживал режиссера но коппола не пошел на поводу и все же снял именно то что хотел но это только информация которую я вычитал в интернете верить или не верить решать вам реквием по мечте и на очереди у нас знаменитая психологическая драма дарена аронофски с джаредом лето и дженнифер коннелли в главной роли я еще раз повторюсь и скажу что крайне настороженно отношусь к картинам где в жанре написано психологический такие фильмы мне как-то тяжеловато смотреть бывает сюжет то отличный интригует но бывает что такие фильмы зачастую настолько грустные печальные что после просмотра даже не знаешь нравится фильм или нет переосмысливаешь картину спустя какое-то время после просмотра и уже потом делаешь какие-то выводы по правде говоря еще в школе мне все уши прожужжали этим фильмом но тогда интересы в кино у меня были несколько иные и вот сейчас наткнулся я на этот фильм спартак знаменитый исторический пеплом стэнли кубрика с легендарным кирком дугласом в главной роли про фильм я слышал очень много раз из таких старых исторических фильмов смотрел только клеопатру до спартака к сожалению пока не добрался говорят что кино вообще бомба фильм на все времена несмотря на год выпуска так что стоит как-нибудь собраться доглянуть данную киноленту у фильма и премии оскар и золотой глобус думаю как-нибудь доберусь и до спартака привидение драма триллер джерри цукера с непревзойденной дэми мур вупи голдберг и патриком свейзи в главной роли помню что в 90 этот фильм крутили по телевидению достаточно часто и я иногда попадал на отрывки но по правде говоря они не остались у меня в памяти но вот тут вдруг наткнулся на данную ленту и решил тоже поставить ее в свой топ про фильм я много слышал как восторженных мнений так и а то и то что кино крайне скучно и ну как говорится лучше один раз увидеть чем сто раз услышать жаль конечно актера патрика свейзи привидение 4 строчка моего топа закусочная на колесах комедийный боевик само хунга я тоже пока что не смотрел естественно я видел много фильмов с участием джеки чана мне очень у него нравится мистер крутой и доспехи бога но также есть много фильмов которые я у него так и не заценил выходят все новые и новые кинокартины и про что-то вообще забываешь а учитывая что у джеки чана фильмов масса и каждый и каждый из них что-то особенное боюсь сложно будет угнаться за всеми его работами но тем не менее название закусочная на колесах серьезно врезалась в мою память да и при всем уважении к актеру я думаю кино такое же ураганное как и все работы джеки чана поехали дальше мертвая зона одна из знаменитых экранизации стивена кинга с кристофером уокером в главной роли которую я пока что тоже обошел стороной я очень часто слышал про фильм мертвая зона говорят есть еще и сериал кинокартину я загорелся посмотреть после того как узнал что в главной роли там кристофер уокер тот самый всадник из сонной лощины мне очень понравилась игра этого актера фильмов по романам кинга великое множество и столько же по мотивам романов так что лента дэвида кроненберга мертвая зона пока что в разделе не просмотренных кинолент трое приключенческий исторический боевик с поджанром пеплом вольфганта петерсена с целой плеядой мировых актеров таких как брэд питт эрик бана орландо блум шон бин фильм не менее легендарный как и гладиатор царство небесное и александр у фильма также как и у многих исторических фильмов несколько версий по хронометражу 162 минуты 175 минут и 196 я так понимаю чтобы прочувствовать всю атмосферу кинокартины надо смотреть то что по длиннее помню нам преподаватель по истории древнего мира в универе на учебе на курсе на наверное где-то третьем рассказывала что в фильме расхождение с историей просто радикальная так что будем смотреть фильм трое в целях развлечения трое 7 строчка моего топа миссия невыполнима часть первая всю остальную франшизу с томом крузом я смотрел и она мне уже напоминает серию фильмов о джеймсе бонди помню тот год когда у нас появился видеомагнитофон и я сразу же купил вторую часть фильма потому что я как сейчас помню что в тот момент она была киноновинкой номер один наряду с нашим фильмом брат 2 но вот первую часть об агенте и тони ханти я так и не посмотрел но думаю чтобы восполнить всю картину данной серии фильмов стоит посмотреть киноленту брайана де пальмы миссия невыполнима черный ястреб больше известный под названием падение черного ястреба мне очень нравятся фильмы по реальным событиям у меня этот фильм был на видеокассете но запись бы была с кинотеатра и я сразу выключил это кино дабы не испортить себе впечатление а после и вовсе забыл про эту киноленту фильм попадался мне в сборниках на дивиди дисках о разных у разного рода фильмах и вооруженных конфликтах но кино я так и не посмотрел а учитывая что в главной роли такие актеры как том харди орландо блум и юэн макгрегор а режиссер постановщик сам ридли скотт и композитор ханс циммер то фильм о вооруженном конфликте в магадиша в 1993 году просто заслуживает в мое внимание ща будет куча удивленных возгласов но тем не менее до знаменитый фильм ужасов восставшие из ада по роману клайва баркера я не смотрел ни одну часть говорят что первая оригинальная экранизация самая классная а учитывая что фильм снял сам автор романа то я думаю фильм просто просто крутота я начинал смотреть его в далеком детстве но от увиденного я чуть не обходился так что выключил этот фильм и не досмотрел я решил поместить эту экранизацию романа во вторую часть моего топа кстати роман у меня был на электронной книге и он относительно небольшой но бумажное но бумажные версии я люблю больше к сведению у романа два названия сердце ада и обреченное сердце восставшие из ада это название придуманная с целью маркетингового хода так как фильмы ужасов больше рассчитаны на молодую аудиторию восставшие из ада 10 строчка моего топа в бой идут одни старики не обошелся мой топ и без советских фильмов я обожаю наше старое кино иван васильевич меняет профессию кавказская пленница москва слезам не верит служебный роман в и операция и и многое другое будут всегда для меня любимые советские фильмы но например вот берегись автомобиля что ты меня вообще не впечатлил но сейчас не об этом военную драму леонида быкова к сожалению пока что не удалось лицезреть по правде говоря я много чего из советских фильмов еще не видел так что вопрос что посмотреть в тот или иной вечер отпадает сам собой телохранитель легендарная музыкальная мелодрама с большой долей триллера режиссера мика джексона пока что тоже стоит в очереди на просмотр я также много слышал про этот фильм и часто его показывали по телевидению многие говорят что фильм просто офигенный но другая половина утверждает что кино как безвкусная песня в одно ухо влетает из другого вылетает и что фильм по большей части выбился в лидеры благодаря актерскому составу а это кевин костнер и уитни хьюстон и знаменитой композиции в исполнении уитни хьюстон даже не знаю что еще добавить едем дальше 7 в прошлом видео я уже упоминал фильмы дэвида финчера и как и в прошлой части здесь я тоже поместил одну из его работ и этот детективный триллер 7 я много слышал про этот фильм говорят что очень интересная кинолента но про фильм я не знаю просто ничего кроме того что в главной роли снялись брэд питт морган фриман кевин спейси и гвинет пейтрол 7 13 место моего топа карты деньги два ствола у режиссера гая ричи я смотрел и большой куш и костолом и шерлок холмс обе части и меч короля артура недавно вышел у него фильм джентльмены новый но вот второй фильм в его режиссерской карьере под названием карты деньги два ствола я посмотрел только первые полчаса потом я просто вырубился видать не расположен был я его тогда смотреть я не любитель черных комедий по настоящему качественной комедии удивить меня сложно да и вообще юмор у меня своеобразный но мне сказали что если тебе понравился большой куш а он мне ой как понравился то фильм карты деньги два ствола точно зайдет учитывая что фильме снялись просто отличные британские актеры такие как джейсон стэттем винни джонс джейсон флеминг и декстер флетчер то кино надо смотреть по-любому а мы приближаемся последний кинокартине и в завершении я решил поставить своеобразную картину для многих она очень интересная известная для многих вообще не очень известная мне ее посоветовали в том случае когда захочется чего-то грустного и жизненного фильм говорят подходит для того чтобы под него поплакать мальчик в полосатой пижаме драма марка хермана о дружбе немецкого мальчика сына нацистского офицера проживающего по соседству с концлагерем где он знакомится с еврейским мальчиком сыном одного из узников концлагеря их дружбу разделяет сетка забора отделяющие поселение от концлагеря кино говорят очень грустно и особенно в конце так что мне посоветовали этот фильм так сказать для общего развития в то же время кинолента вызвала критику из-за неточности событий холокоста мальчик в полосатой пижаме заключительная строчка моего топа итоги это была вторая заключительная часть моего топа фильмов которые я очень хотел бы посмотреть так как уже давно пора бы расширять свой кругозор в плане серьезных и значимых мировых кинолент конечно же я не упомянул множество известных кинофильмов которые я также не смотрел но им я пока что не придаю особого значения среди них это мы были солдатами ребенок розмари хатика человек дождя и шестое чувство так что это не предел а на этом я с вами прощаюсь это был канал set life будьте здоровы следите за новостями и всем мир и